Кузовной цех ВМЗАП в ремонте Санта-Фе. А вот и мастер, который будет этим ремонтом заниматься. Рассказываешь что-то? Зачем приехал новый автомобиль? Ничего я не вижу. Идеальное состояние. Практически новый. Красивый цвет. Данный владелец очень ответственно относится к обслуживанию своего автомобиля. И приехал к нам с такой банальной проблемой. Вот сколы на капоте. Очень мы их много на передней части. Есть даже уже которые начали коррозировать, но их владелицы периодически закапывают. Вот видно даже базы подкрашиваем, чтобы коррозия сильно не распространялась. Вот здесь вот подкрашены. Ничего нельзя подкапывать постоянно обязательно? Периодически все это подкапывать можно, но надолго от всего этого не хватает, потому что влага, мойки, реагенты все это все равно будет пагубно влиять на данную историю. И поэтому затягивать с такими вещами тоже нельзя. Ну и плюс банальная проблема у всех машин это вот передняя рамка лобового стекла верхняя. Вот тоже уже пошли жучки, паучки. Вот она уже начинает. Поползли краски. Приползли жучки, паучки. Ну да, слушаю, тут и вон там с той стороны видал щеки здоровые. Взрослые, так скажем, паучки. И данные, гатушки. Владелец данного машины решил совместить две процедуры. Замена лобового стекла, потому что вот она у него треснутая, и соответственно убрать сразу дефект. Да, обычно так и делают правильно. Будем устранять. На середине крыши тоже есть жучок, потом покажем обязательно. Поэтому крыша будет краситься целиком, хотя при дефектах вот на передней части там рамки можно красить локально, там плавный переход. Но здесь в данном случае будем красить целиком. Ну и заодно покажем особенности покраски данного цвета, потому что цвет на самом деле сложный, подвержен так называемым облакам, яблочности. То есть покраски непростой. Заодно покажем при покраске секретик, как делать все это без яблок. Вроде получилось. Продолжаем, да? Да. За кадром мы успели сделать немало работы. В процессе подготовки капота были выявлены еще сколы. Посередине здесь там, там вы приняли, было принято решение полностью его выпилить. Вот осталось немножко катафорезного грунта. Это заводской грунт. Ну считается первичный, самый главный. То есть так, что если его немножко осталось на детали, ничего страшного в этом. Мне даже наоборот хорошо. По крыше тоже всю кромку выпилили до металла, убрали все жучки. Вот прямо на начальной стадии здесь началась коррозия. Владелец правильно сделал, что приехал на данном этапе. То есть все это лучше убирать вот на самом начале, чтобы не доводить, как говорится, до беды. Ставлю крышу, наносить базой я не буду. Будет переход. Потому что крыша практически в идеальном состоянии. Там вот здесь я еще нашел один жучок, поэтому чуть-чуть раскидаемся подальше. А лакировать крышу будем уже целиком. По грунту стоял выбор нанести кислотник и грунт мокрый по мокрому. Но я решил пойти другим путем. Мы нанесем эпоксидный грунт, который позволяет красить на него базу. То есть он тоже относится к мокрому по мокрому, но он эпоксидный. Это первичный грунт у нас будет. И на крыше тоже самое. Нанесем эпоксидный грунт частично под покраску в переход. Все, понял тебя. Меньше слова, больше дела, да? Слово больше дела. Помчали. А ты уже заготовил грунт? Да, вот. Можно маску дать? Грунт уже в пистолете. Да, все уже обезжирено, обеспылено, обклеено. Осталось только включить камеру. Вернуть ключ пуска камеры и можно начинать. Вернуть. Грунт натянулся на капоте. Лежит ровненько, без всяких огрехов. Красить будем с двух пистолетов. Большим красим капот, маленьким будем красить крышу, потому что на крыше будет делать переход по базе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Есть проблема, как облака яблочной системы называют по-разному. Не знаю, камера передаст, не передаст. Здесь оно есть, но прям минимум. В принципе, можно было уже и наносить лак, но мы обещали показать, как с этим бороться, как это делают мы здесь. То есть обычно красятся первые и вторые слои базы 2 бара. Сам эффектный слой на таких цветах наносится, ну, третий так называемый. Понижаем давление до единички, то есть ровно в два раза. Увеличиваем расстояние краскопольного детали. Ну и, соответственно, сама скорость покраски уменьшается и красит. И таким методом идет более крупная капля, соединяется и все эти облака, яблочность, кто как называет, уходит. Ну, выглядит прикольно. Давай, что, дождемся и потом посмотрим, да? Да, сейчас сделаем межслойку. Капельки соединятся. То есть крупная капля, она сразу друг друга найдет, соединятся и будет отличный слой. Ровный, без яблок и без всего, сейчас дождемся и прислойки, поскольку. Если камера передаст, то лично, что даже та самая минимальная, которая была, вот яблоки и не яблоки, они просто ушли. То есть идет равномерное зерно, ровненький слой. Ну да, 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 согласен. Теперь вообще ничего не видно. То есть найти какую-то... Облачность. Облачность тяжело. Тяжело найти облачность. Мы забыли про крышу рассказать. Да, про крышу. Вот после эффектного слоя, так называемого, как на капоте, только наоборот, когда у него убирается материал, то есть остается прям по минимуму, так называемая ретушь. То есть там наша задача стояла убрать границу нашего материала, нашей базы и заводской. То есть сейчас вот вообще практически ничего не видно, да не практически, а вообще не видно границы, где переход. Но я его точно не вижу. Ну и глазом не видно, а на камеру тем более ничего не видно. Понятно. Все, кто желает? Все, погнали. Готовый автомобиль. Завершены все работы. Полировка, врезка стекла. Полировка, врезка стекла. Подписывайтесь на наш канал.